МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости. Информационную картину дня вам представят корреспонденты телеканала 1-й Карагандинский и Ягуль Нуржакен. Сегодня в выпуске. Медали, грамоты, погоны с новым воинским званием. Региональное командование Астана Вооруженных сил Республики Казахстан отметило 15-летний юбилей. Три специализированных автомашины и семь комплектов спасательных инструментов были приобретены на средства областного бюджета. Новую технику департаменту по ЧАЭС вручил заместитель Акима Анатолий Шкарупа. Не детский дом, а настоящая семья. Не воспитатель, а мама. Уже две карагандинские семьи изъявили желание принять в свой дом воспитанников детского дома. Региональное командование Астана отметило 15-ю годовщину со дня образования. По этому поводу в театре имени Станиславского провели торжественное собрание, гостями которого стали военнослужащие и ветераны Вооруженных сил. Особо отличившихся наградили юбилейными медалями и грамотами. Торжественное собрание посетила Ким Карагандинской области Ирлан Кушанов. Есть такая профессия – родину защищать. Этой цитате из фильма «Офицеры», ставшей настоящим девизом, следует многие из тех, кто присутствовал на праздновании 15-летнего юбилея регионального командования Астана. Среди награжденных и командир войсковой части 31775 – полковник Женис Моралов. За отличную службу он был удостоен медали. Службе Вооруженных сил полковник отдал уже 24 года. Да, конечно, мне очень приятно, что мы получили эту медаль. Я горд, что благодаря нашему президенту, нашему министру обороны, сегодня наша армия развивается, ей 25 лет. Сегодня 15 лет нашей региональной команды Астана. За эти годы 15 лет наша РК приняла во всех учениях. Наши офицеры выросли, стали полководцами большими. Наши командиры, младшие растут, наши сержанты растут. Развивается наша РК. За эти 15 лет очень много сделала. Является одним из лучших РК в ВСР. Казахстанская армия сегодня меняется на глазах. Вооруженные силы страны оснащаются первоклассным современным вооружением. Развита система контрактной службы. В настоящее время ставка делается на военных профессионалов. Именно такими и являются служащие регионального командования Астана. Об этом говорил Аким Карагандинской области Ерлан Кушанов. Уважаемые офицеры и военнослужащие, разрешите от имени жителей области поздравить вас с 15-летним образованием оригинального командования Астана. Очень символично и знаково, что этот праздник мы отмечаем в год 25-летия вооруженных силы РК Казахстан. Глава государства Верховный главнокомандующий отметил, сегодня вооруженные силы переживают исторический этап модернизации и региональное командование Астана принимает в этом непосредственное участие. Я без преувеличения хочу сказать, что вы воспитываете новую генерацию военнослужащих, которые сегодня стали эталоном чести, справедливости, примером для будущих поколений. Отличную подготовку показали военнослужащие на многочисленных международных учениях и сегодня региональное командование Астана занимает лидирующее положение. Это почетно и накладывает особые обязательства, отметил заместитель главнокомандующего сухопутными войсками. Хочу сердечно поздравить коллектив, личный состав регионального командования Астана с 15-летней водовщиной. Хочу пожелать успехов, благополучия. Для меня это региональное командование очень близко, буквально только чуть больше 9 месяцев назад я сдал дела и должность хозяйству Голычу. И из 36 лет службы моей воинской службы, практически 6 лет я послужил здесь, на Карагандинской земле. Особыми гостями на торжестве стали ветераны. Они пожелали нынешним военнослужащим не терять боевого духа и чтить память героев, погибших в разные годы на полях сражений. Андрей Тенн, Ажара Гибаева, Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, 1-й Карагандинский. Ключи от трех специализированных автомашин вручил пожарным заместитель Акима области Анатолий Шкарупа. Кроме автотехники, областные власти на бюджетные средства приобрели семь комплектов гидравлического аварийно-спасательного инструмента. В департаменте по чрезвычайным ситуациям торжественно отметили День Конституции. Эта специализированная пожарная автотехника была приобретена на бюджетные средства. Автомашины будут работать в противопожарных подразделениях Тимиртау, Жизгазгана и Актугайского района. Помимо автомашин, пожарным вручили семь комплектов гидравлических аварийно-спасательных инструментов, так необходимых в повседневной работе спасателей. Общая сумма денег, выделенная в департаменту ЧС из областного бюджета, я хочу именно это подчеркнуть, что мы из областного бюджета помогаем, финансируем департамент ЧС, который является республиканской структурой, для того, чтобы защищать жизни наших граждан, карагандинских жителей. Порядка 130 миллионов тенге выделено всего на технику, на инвентарь, на оборудование. Вот та техника, которую мы сегодня представили, на три этих единицы стоит порядка 90 миллионов тенге. Спасатели по достоинству оценили подарок, сделанный областными властями. Данные специализированной автомашины имеют квалификацию 5С. Это 5-тонные автоцистерны. Они предназначены основным для тушения пожаров в городских условиях. Они двухвостные, получается легкие. Нагрузки на дороги, на асфальт особо не имеют, как другие, например, полноприводные автомобили. Автомобиль на базе газ 2,5 тонны воды набирает. Особенностью являются, что двигатель дизельный, что немаловажно сейчас в сельских районах. Ну и полноприводный, который возможно его применение в тушении природных пожаров, подавляясь в степной зоне. Заместитель Акима Карагандинской области Анатолий Шкарупа отметил весомый вклад департамента ПЧС в социально-экономическое развитие региона. Ведь именно спасатели минимизируют последствия чрезвычайных ситуаций, включающих в себя сезонные паводки, происшествия на воде, лесные пожары и многое другое. В текущем году на вашем счету сотни спасенных людей от различных чрезвычайных ситуаций. Беда всегда случается тогда, когда ее не ждешь. А значит, соответствующие службы должны быстро реагировать на любые происшествия, чтобы спасти жизни наших граждан. Поэтому современные технически оснащенные машины незаменимы для наших спасателей. Начальник областного департамента ПЧС отметил высокое качество работы всех сотрудников и пожелал новых свершений в профессиональной деятельности. На торжественном собрании молодым офицерам были вручены звания, а наиболее отличившиеся сотрудники удостоены ведомственных медалей и грамот. Мирамгуль Салкимбаева, Андрей Тенн, Тулиген Рашитов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В будущее без взяток. Под таким лозунгом работает мобильная инспекционная группа Департамента агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции по Карагандинской области. В этот раз объектом инспекционного посещения стал Нуринский район. Все подробности в материале Сергея Высокосова. Ударим по коррупции, всеобщим антикоррупционным движением. Мобильная инспекционная группа уже объездила все районы Карагандинской области. Нуринский район последний в ее работе. Почему получилось так, а не иначе, выяснилось на состоявшемся в Киевке совещании активы района. В местном Акимате собрались общественные деятели, государственные служащие, предприниматели, учителя. Исполняющий обязанности Акима Нуринского района Мишетбай Жуманов объяснил, почему район оказался чистым по коррупционным проявлениям. За год не было выявлено ни одного нарушения. Этому способствовала серьезная работа по всем направлениям. Ведь не секрет, что граждане, разделяя общепринятую позицию критики и неприятия коррупции, так или иначе, сами зачастую являются участниками коррупционных действий. Очевидно, что корни проблемы и источники ее решения кроются в том числе и в особенностях социального устройства в качестве социальной гражданской среды в стране. О работе Департамента агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции по Карагандинской области, о целях и первостепенных задачах рассказал активы района его руководитель. Мы отошли от войны с последствиями коррупции, это все уже знаете, и обращаем особого внимания на выявлении на исправление причин, условиях коррупционных проявлений. Характерные меры применяются исключительно в тех случаях, когда уже не действуют они коррупционные посвящения и прокуратства. В развитых странах с коррупцией борются не только сверху, посредством принятия законов, применения различных административных мер и так далее, но и снизу, через образование граждан, прививая им навыки антикоррупционного поведения, разъясняя права и обязанности, повышая общую правовую грамотность. Одним из приоритетных направлений является противодействие коррупции на государственной службе. Не возникает сомнений, что для этого в первую очередь необходимо добиться формирования профессионального и престижного государственного аппарата с экономической мотивацией. Не случайно именно эта цель обозначена в качестве первой национальной реформы главы государства. Начиная с прошлого года, государство заработало в новом формате, основанном на принципах мерикократии. В результате только в 2017 году, в 2016 году в нашей области, в 113 государства были назначены на большестоящую должность. Отличительной чертой казахстанской программы борьбы с коррупцией является рациональное сочетание образовательно-воспитательных и карательных мер. Работа по антикоррупционной деятельности в Нуринском районе ведется по всем направлениям. Являясь сельскохозяйственным регионом, здесь большое внимание уделяется развитию ветеринарии. Ежегодно проводятся семинары, обучающие семинары. Также проводим внутренний контроль работы ветеринарных врачей, ветеринарных пунктов по выдаче ветеринарных справок и выдаче проведения инвекции сельхозживотных. Сегодня должна воспитываться резко отрицательная позиция каждого члена общества к проявлениям коррупции. Кроме всего прочего, это уголовное преступление, за которым следует наказание. Особое внимание на завещание актива района было уделено качеству государственных услуг. Отделом оказывается 21 вид государственных услуг. Часть из них оказывается через ЦОН, часть из них самим отделом образования. И семь видов услуг оказываются самими организациями образования. Мы стараемся закладывать в сознание детей этот вопрос уже со школьных лет. Молодежь района с энтузиазмом оспаривала тезис о том, что коррупция является частью культуры или образа жизни. Ребята не считают, что коррупция неотъемлемый элемент ведения бизнеса. Не считают, что простые люди не в силах противодействовать коррупции. Коррупция – это улица с двусторонним движением. Взяткодатели также должны нести ответственность за свои действия, как и те, кто получают взятки. Ребята делом подтверждают свои убеждения. Теперь на общественных зданиях появятся стикеры с призывами бороться с коррупцией. Ведь коррупция, помимо всего прочего, еще и мешает развитию малого предпринимательства. Но Рабай Алибек решил открыть в Киевке рекламное агентство. И у него все получилось. С документами никаких проблем не было. Что-то надо было, я обращался. Все протягивали руку, все, пять минут больше. Не ждал, как ждет обычно неделя, месяц. За пару секунд каких-то, минут даже, сказать. Все документы вытащил, все хорошо было. Мне это очень понравилось здесь. Во всех городах и районах области функционируют 17 центров поддержки предпринимательства. Ими оказано 42 745 консультаций предпринимателям. И в Киевке в том числе. А районный центр сегодня изменился. Чистота и порядок на улицах. Много зелени, много машин, но много и велосипедов. Это основной вид транспорта для поездки по магазинам и по государственным учреждениям. В ЦОНе день открытых дверей. В общественной приемной консультативную помощь по вопросам соблюдения требований законодательства Республики Казахстан в сферах государственной службы, государственных услуг, противодействия коррупции и этического кодекса оказывает группа специалистов, в которую входят не только сотрудники департамента по делам госслужбы, но и общественники, предприниматели, которые прибыли вместе с мобильной инспекционной группой. Для работников ЦОНа был проведен обучающий семинар. В поддержку республиканской программы борьбы с коррупцией на стадионе Киевки был проведен чемпионат по футболу среди государственных служащих. А мобильная инспекционная группа побывала в сельских округах Нуринского района. Все это дает возможность как можно шире привлечь жителей к проблеме коррупции. Вопросы на встрече были самые разнообразные. От проблем жилья до подписки на периодические издания. Выездная общественная приемная нашла ответы на все задаваемые вопросы. Сегодня мы выехали в Нуринский район. Мобильная группа. Также у нас есть проект гражданский контроль, который тоже реализуется общественниками. Они принимают вопросы граждан. Они им дают разъяснение по вопросам поступления на госслужбу, по вопросам оказания качественных государственных услуг, формирования антикоррупционной культуры и так далее. Отрано, что в антикоррупционном движении активно участвуют и молодежь. Ведь только тогда можно добиться успеха, когда каждый из нас займет конкретную позицию к коррупционным проявлениям. Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, 1-й карагандинский. Две карагандинские семьи изъявили желание принять в свой дом воспитанников детского дома. Уже в июле городская комиссия приняла решение о выделении денежных средств из местного бюджета. На сегодня четыре воспитанника детского дома обрели настоящую семью. Детский дом семейного типа – это семья, принявшая на воспитание детей, сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На сегодняшний день две карагандинские семьи изъявили желание принять в свой дом воспитанников детских домов. Одна из них – Владлена Най. Несмотря на то, что у нее есть свои дети, женщина более 8 лет была патронатным опекуном. После появления новой программы Владлена приняла четырех детей к себе домой. И теперь она мама трех своих и четырех приемных детей. В этом году мне предложили управление образованием открыть семейный детский дом. И мы согласились и открыли. Конечно, есть трудности. Воспитательный процесс – это дело такое. Постоянство. Я не знаю. Каждый ребенок – это отдельный мир, которым нужно заниматься. И каждый индивидуален. И каждому нужен определенный подход. Они вас мамой назвали? Да. Пойми. Мама. Детский дом семейного типа можно принимать от четырех до десяти детей. Приемные родители создают все условия для их проживания и воспитания. Среди таких воспитанников – Евгений Краснощеков. Юноша и другие дети к воспитателю обращаются мама. Я здесь проживаю около полгода. Занимался я боксом, но потом мне это не понравилось. Я ушел оттуда. Зовется мне здесь хорошо. Ребята все дружные. Со всеми приятно общаться. Когда я пришел, для меня сперва было волнение. Я волновался. Прошло время. Я со всеми хорошо дружу. Общение хорошее. Спасибо маме, что она взяла меня. Финансирование детских домов семейного типа осуществляется из областного бюджета. На содержание каждого ребенка ежемесячно перечисляются денежные средства в размере от 50 тысяч деньги. Кроме того, воспитателям детей будет оплачиваться заработная плата в зависимости от стажа работы. У нас две семьи. В каждой семье по четыре детей воспитываются. Это воспитанники детских домов Таншупан, Кулуншак и детские дома семьи, которые расположены на территории города Караганды. Данный проект открылся при поддержке Акимата города Караганды. Финансированный полностью выделяется от городского Акимата. Чтобы открыть детский дом семейного типа, необходимо обратиться в сектор опеки и попечительства отдела образования Караганды. На сегодняшний день две семьи, проживающие в Майкудоке и в Пришахтинске, открыли у себя детский дом. Гульнур Жакен, Ажара Гибаева, Тулигин Рашитов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Да, ты можешь экспортировать. По таким лозунгам прошел семинар для карагандинских бизнесменов. Основная цель мероприятия стала представление новых инструментов продвижения отечественной продукции за рубежом. Во время встречи у местных производителей была возможность задать интересующие вопросы. В рамках государственной программы «Содействие продвижению экспорта казахстанских товаров на внешние рынки» при поддержке Министерства национальной экономики Республики Казахстан и региональных Акиматов компания «Зудал» проводит бизнес-семинары во всех крупных городах страны. Караганда – это 15-й город из запланированных 20. На семинаре присутствовали более 100 представителей местных производителей. С 2010 года предприниматели Карагандинской области представляют свою продукцию за рубежом. И для этого компания «Зудал» предоставляет улучшенные комплексные решения компаниям-производителям, желающие экспортировать свою продукцию за рубеж. На этом семинаре как и государственные организации, так и частные организации рассказывают о всех инструментах, которые на сегодня есть. Я, как директор «Зудал», «Зудал» – это онлайн-бит-бит-торговая площадка, которая предоставляет комплексные от А до Я решения компаниям-производителям, которые хотят экспортировать свои продукции в страны шелкового потя. На бизнес-семинаре также рассказали о новом инструменте международной торговой B2B онлайн-площадки, предоставляющей полный спектр услуг по экспорту и развитию продукции, таких как обучение, маркетинговое продвижение, идентификация торговых партнеров, логистика, безопасная оплата, многоязычный контент, участие в тендерах и многое другое. Среди регионов Казахстана Карагандинская область по объемам внешней торговли находится на пятом месте, а по экспорту продукции за рубеж – на четвертом месте. В конце встречи предприниматели могли задать интересующие вопросы. С начала года на водоемах Карагандинской области 21 человек был спасен работниками оперативно-спасательного отряда областного департамента по чрезвычайным ситуациям. Такие данные озвучили спасатели в ходе пресс-тура на водоемы поселка Топар Абайского района. Будьте осторожны на воде, не заплывайте за буйки! Несмотря на то, что по традиции купаться уже не принято, жаркая августовская погода не оставляет людям выбора. А потому напряженная работа оперативно-спасательного отряда продолжается. Профилактические беседы с отдыхающими и разъяснение правил безопасности на воде – вот основная работа специалистов департамента по чрезвычайным ситуациям. Ведь всем известно, что трагедию лучше предотвратить, чем потом справляться с ее последствиями. Проведенная работа профилактическая дала свой эффект. В течение купального сезона у нас имел место случай гибели одного человека. Это на неконтролируемом водоеме. Проведя анализ происшествий на водах, мы наблюдаем значительное снижение. В среднем ежегодно на водоемах Абайского района гибнет до трех человек. То есть мы добились снижения порядка 200%. Спасатели отмечают, что по Карагандинской области 115 человек были привлечены в качестве волонтеров для профилактической работы и в качестве спасателей. Из их числа было организовано 37 спасательных постов. С начала года на водоемах области терпело бедствие 33 человека, из них 21 спасены. Подавляющее большинство всех несчастных случаев на воде так или иначе связаны с пренебрежением правилами безопасности. В ходе рейда на водоемы Абайского района был задействован мобильный комплекс оповещения. Вещание основных правил поведения на воде осуществлялось как во время движения, так и на стоянке, что способствовало широкому охвату населения. Всего с начала купального сезона проведено около 600 патрулирований, акваторий и около 1000 рейдов. Согласно статистике, ежегодно порядка 70% утонувших приходится на искусственные и неохраняемые водоемы, где отсутствуют спасательные подразделения. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Скиф-Дискаунтер. Скиф-Дискаунтер. Само слово «дискаунтер» в названии и означает значительные скидки. Магазины открылись в декабре прошлого года и за это время стали очень популярны среди карагандинцев. Ежедневно здесь обслуживается до 10 тысяч покупателей. Среди них и Айгуль Сматова. Она призналась, что стала уже постоянным покупателем этого магазина. По сравнению с другими супермаркетами здесь цены очень приемлемые, здесь удобно и каждый раз приемлемые акции, каждый раз по сравнению с другими супермаркетами мы приходим сюда затовариваться. Ежедневно покупателей радует отдел хлебобулочных изделий, где представлено большое разнообразие свежей выпечки. И все же главное достоинство магазинов Скиф-Дискаунтер – это низкие цены. Руководители компании Скиф-Трейд признались, что по сравнению с прямыми конкурентами цены на продукты ниже от 30 до 40%. Достигается это за счет отличного менеджмента. У нас активные прямые контракты заключены с поставщиками, а также с производителями Казахстана и наши партнеры присутствуют в других странах, что и позволяет нам держать цены на более низком уровне. Каждые две недели в магазинах Скиф-Дискаунтер проходят акции на все группы товаров. Покупателям предоставляются скидки от 20%. Интересной для клиентов является акция под названием «Накопи фишки», по результатам которой клиенты могут приобрести кухонные ножи английского производства с 60% скидкой. Компания Скиф-Трейд была образована в 1998 году. Сегодня она представлена в 11 регионах страны. Имеются порядка 52 магазинов. Но это не предел. На Караганду у компании большие планы и три магазина – это лишь начало. Уже в скором времени магазины Скиф-Дискаунтер появятся в других районах шахтерской столицы. Андрей Тент, Олеген Рашитов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. И в завершении выпуска еще об одном. Городские власти распространили информацию о местах для забоя скота во время праздника Курбанайт, который пройдет с 1 по 3 сентября. Всего в Караганде определены пять мест, которые соответствуют санитарным требованиям. Это универсальный оптово-розничный рынок Тулпар, территория напротив мечети Балагаже. А также территории индивидуальных предпринимателей. Улица Резника, 18. Улица Сатпаева, 204-2. Улица Складская, 8-10. Кроме того, 1 сентября во время празднования Курбанайт от Карагандинской областной центральной мечети и Карагандинской городской мечети номер 1 до мест для забоя скота по адресу проспект Республики 72-1 будут организованы маршруты в количестве двух единиц. Всем желающим уехать до указанного места проезд бесплатный. О новостях на сегодня все. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Приятных вам выходных. Амансов Болгстер. Редактор субтитров А.Семкин